Доброе здоровьи, уважаемые посетители канала! Ваша благотворительность стимулирует меня на то, чтобы я создавал видосики, отвечал на ваши вопросы и старался это сделать более интересно, а главное полезно. Итак, комментарии и упоминания. Сергей Матвиенко пишет, помните, это тот, который отголодал, еще сейчас выходит. Геннадий Петрович, пересматриваю ваши видео, я ему советую в питании себя сдерживать. Сейчас у него пошел жор, начал он переедать, тщательно жевать, как минимум 3 часа после еды ничего не есть. Если жор возникает, желательно уходить из дома, чтобы не переесть, не сорваться. Так что пожелаем нашему Серджио успехов на выходе. Вес сам вырастет, сам подрастет то, что надо. Я так посмотрел, думаю, что там маленький вес. Нет, он подрастет то, что надо. Главное, энергетика у него сохраняется. Важно не переедать. И тогда будет вес такой качественный, хороший наберется и желудок не отвалится. Так что пожелаем Серджио успехов, осознанности. Вот он еще пишет. Включил расслабляющее видео, точу нож, буду готовить куриную грудку из домашнего бройлера и домашнего сала. По 100 грамм сел хрумус с бананом. Жизнь прекрасна. Ну, прекрасно, хорошо. Важно не переедать. Пользователь Геннадий, здравствуйте. Вижу, что у вас цвет лица и кожа очень хорошая. Хотелось узнать о холотропном дыхании. Вредно ли оно, убивает ли оно человека, вымывается ли угли кислота. Я как раз на эту тему сделал дыхание. Какое там у меня было дыхание? Очищающее полевую форму жизни. Холотропное дыхание это практически то же самое. Значит, если правильно дышать, а я как раз вам показывал, как правильно дышать, положение лежа, угли кислота не вымывается, а возрастает энергетика, которая и начинает работать. Поэтому оно не убивает, а расслабляет. Оно не вредно, а наоборот оно позволяет энергетику набрать организму и вывести разного рода эмоциональные шлаки, которые отложились в организме, и они определяются во время этого дыхания, как будто колы вбитые в тело. Вот как человек побежал, у него закололо через некоторое время в левом боку, в правом боку, вот так вот. Так что нет, всё это полезно. Но, естественно, опять-таки, вы свой собственный ум используете. Так, занимаюсь по вашим книгам, как вы рекомендовали этот метод. Я практикую по полтора часа в день, как в книге написано. Но есть опасения вреда. Всё зависит от того, как вы делаете. Но если вы делаете полтора часа, и если бы вы вымывали углекислоту, то, естественно, вы потеряли сознание и так далее, и так далее. А раз вы полтора часа дышите, это говорит о том, что вы правильно делаете. Не подскажите про такое дыхание и про голодание насухо, про голодание насухо, а что, 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 говорю про голодание насухо, которое я практикую около года по шесть суток, раз в два месяца. Ну, вы уже должны сами разбираться. Вот вы его практикуете, для чего вы его практикуете, какие результаты вы получаете после этого. И на основании этого уже делать, подходит она вам, не подходит. Решаете ли вы цели те, которые поставили себе, либо не решаете. Ну, всё, я об этом рассказал. Следующий вопрос. А если нет послабления совсем, только газа – это норма? Нет. Я даже не знаю, вот просто написано послабление. А если нет послабления, только газа – это норма? Вот я на видос «Моча прошла». С чем это связано? В любом случае, когда отходят и газы, газы отходят. Но, опять-таки, вот такой вопрос. Моча прошла. В связи с чем? Если нет послабления совсем, только газы отходят. Это норма. Это говорит о том, если вот так вот взять, вот как написано, это говорит о том, что у вас запор. А раз у вас запор, то, естественно, всё, что отрицательно может сделать для организма запор, это, значит, отражается на вас. Далее. Тот же пользователь пишет. Скажите, пожалуйста, а если в утреннюю мочу куркуму добавлять, плюс немного воды, так она работает, ну, просто я так, ну, просто я как-то выпила, меня стошнило. Если вы утром делаете, ну, принимаете урину, вы делаете всего лишь один глоток. Один глоток. Вернее, с кружки урину, значит, в рот взяли, и примерно три глотка тратится на то, чтобы вы её проглотили. Всё, больше не надо делать. И, как правило, если человека стошнило, это обычно, когда первый раз он что-то начинает, у него вот эта вот брызливость, у него вот это всё это срабатывает, срабатывает, срабатывает. Короче, когда человек начинает использовать урины, он от этого вредного качества, как брызгливость, начинает избавляться. То есть оно уже не давлеет над вами, вы уже стали свободнее, раскованнее. Естественно, этим там хвалиться не надо, это ваше достижение. Вот ваше достижение, которое вы сделали, это для вас. А кому-то там рассказывают, а я вот это делаю, а я вот то делаю. Поэтому особо не надо ничего туда добавлять и так далее, и так далее. Это уже какие-то добавки делаются в дальнейшем. Когда человек вот уже, грубо говоря, год-два использует урину, и потом он для чего-то думает как-то повлиять на качество урины с целью воздействия на какие-то там функции и прочее, прочее, прочее. Поэтому говорил, ничего не надо. Далее, ага, далее идет вот такой вопрос, продолжение нашей беседы. Хорошо, я сама приноравлюсь, а как же быть с ребенком? Ему 16 лет, я говорить не буду, он не поймет. Приходится обманывать, делать урина плюс вода и пол чайной ложки кукурмы. Не надо, вот я вам все рассказываю, не надо никого обманывать. Человек должен созреть для этого. А для того, чтобы, будем говорить, вот в зависимости от того, а, значит, у ребенка риносинусид с полипом в носу нужно применять внутрь и промывать. Нужно применять внутрь и промывать. Не обязательно применять внутрь и промывать. Это все зависит от того, насколько человек правильно дышит, насколько заложен нос, насколько там у него, грубо говоря, гайморовые пазухи забиты. Я вам все показываю, вот такую вот вещь Это называется нюхательный табак Мне вот так вот беру, знаете, многое не надо Вот у кого там какие-то имеются проблемы Гайморит, синусит, с носом и так далее Вы буквально-таки берете вот столько Вот если вы видите Вот В одну ноздрю В другую ноздрю Все, и так, так, желательно Вот эту штучку вы тогда, если у вас какой-то хронический гамморит Вы носите с собой и делаете вот это то, что я сделал Раз пять в день Уже это будет обеззараживать ваши, значит, гайморовые пазухи Прекрасно влияет, знаете, на слизистую оболочку носа И так далее, и так далее То есть это очень полезная процедура И плюс, естественно, чтобы вот это когда насморк имеется Это говорит о том, что плохо переваривается пища Вы потребляете либо слишком много молочной пищи Которая является слизеобразующей И, естественно, слизь у нас образуется в организме И выводится она через легкие и носоглотку Все, больше она никак не выводится Поэтому у человека и получается вот это такое Риносунусид, полипы и так далее Как только, как только человек начнет правильно дышать Вот тут-то можно применить такое медленно растянутое дыхание Вот попробовать дышать там по бутейкам Описано, показано Ну, хотя бы медленно-плавное дыхание Дыхание, я вот так, чтобы вы понимали Руками буду жестикулировать, чтобы вы понимали Я делаю вдох Теперь выдох И вот так начать практиковаться Начиная с одной минутки в день И довести минуток до пяти И так, опять-таки, несколько раз в течение дня И посмотрите, как лучше будет дыхание А не понимая причину Не понимая вот это Это мы уже воздействуем, так сказать, на следствие Мы думаем, что вот это урины промоем То есть все В некоторых случаях урина прекрасно помогает Ну, если рекомендовать кому-то, допустим, ребенку Ему надо это объяснить Что, для чего и как Если он, ну, не готов к этому Ну, и не надо Важно проследить вот эту всю цепочку Во время которой возникает вот эта болезнь Сразу, видите, отделяется лишняя там влага И так далее, и так далее То есть это прекрасная процедура с этим самым С табачком нюхательным Пользователь, кто ищет, тот спасется Пишет, простите за ошибочку Аутофагии Пишу без очков Ошибка Голова болит Голова болит Знаю Это вечный насморк с пяти лет О! Вот для этого Для этого это Табачок раз Далее Всю жизнь гайморит, стафилококк Тридцать раз проколы Ну и чё? Тридцать раз проколы И нет Значит, гайморит, стафилококк И тогда стафилококк уже на слизи появляется Которая выделяется Это жидкий субстрат На котором прекрасно можно размножаться Тридцать раз проколы Четыре операции Но башка болит всё время Все годы МРТ сделала Сказали наружно Гидроцефалия мозга уже Ага Никуда больше не хожу Слушаю Малахова и голодаю Сейчас я всё Вот смотрите Голодать это хорошо Это как раз будет здесь подсушивать Вот тут важно заметить следующее Есть такие вот пшикалки Ну допустим вот Морскую воду применяют Ну ещё морская вода более-менее ещё Более-менее на слизистую А вот такие вот вещи Как нафтезин и прочее Человек пытается избавиться от насморка То есть организм выделяет вот через это ворота Это говорит о том, что ему есть что выделять изнутри То есть сразу понимаем, что образуется по каким-то причинам в организме слизь И она выделяется через этот проход Если мы его забиваем с помощью нафтезина Высушиваем оболочку Если мы просто-напросто пытаемся что-то там проковырять и так далее И так далее Вот этот насморк как-то здесь ликвидировать А организм отсюда это всё выбрасывает Значит он будет искать другие пути Как это сделать И эти пути могут быть намного хуже Намного болезней Нежели вот обычный насморк Но мы теперь начинаем понимать, что есть причина Причина заключается, как правило, в питании Я как-нибудь более подробно расскажу вам об ошибках Которые допускает человек в своём питании И которые приводят вот к тому, что идёт вот это слизеобразование Значит обратить внимание на питание Пить до еды Питание должно быть раздельным И дальше Есть тогда, когда вам захочется Много за один раз не съедайте Мы не успеваем всё это переварить Начинают там размножаться разного рода Бактерии и так далее Получается полуфабрикат слизь и прочее-прочее Голодание очень здесь хорошая вещь будет Слишком много не надо Раз в недельку, там 24-36 часов Вы почувствуете, как она благотворно действует То есть голодание, перерабатывая там, знаете Вот это излишки всего, что там вы съели и так далее И вдобавок, интересно, подсушивая организм Она приводит к тому, что вот этот насморк у вас обрывается Легче будет с головой и так далее, и так далее, и так далее Используйте, значит, табачок Вот здесь можно промывать и уринкой Она не подсушивает, в отличие от так жёстко, как, допустим, другие там Особенно вот эти все пшикалки, которые используются И будет лучше, лучше, лучше Потом напишите, что вы, значит, пытаетесь делать, помимо голодания Далее этот же посетитель пишет Посетитель, да, согласна Малаха самый лучший, искренний, талантливый, с юмором учитель Спасибо большое Это уже дорогого стоит Потому что, знаете, когда человека охаивает Привет, пать здоров И так, и сяк, и пято, и десято Очень сложно самому знать себе оценку и выстоять А если ещё люди, которые получили пользу Они просто так говорят, что это так Ну, большое спасибо Когда хочу узнать или повторить что-то Включая Малахова И слушаю внимательно, и успокаиваясь Вот это феномен, особенно вот сейчас Будем говорить, последние где-то года два Когда у меня стала энергетика повышенная Ну, особенно, посмотрите, последний год Она у меня ещё больше Вы будете невольно попадать Вот, скажу громко, в мою ауру Мою энергетику Как-то в резонанс входить И это действительно будет вас успокаивать Где-то облагораживать Насыщать энергетикой И вы будете лучше себя чувствовать Плюс вот эти все мои стихи Которые я, знаете, сочиняю, делаю, выставляю В оконце на мороз глядя Чаёк душистый разливая О жизни бренной рассуждая Что хорошо и в жар, и в холод Здоровье крепкое иметь А остальное просто медь Её не стоит и иметь Своё здоровье тратя даром Так будем жить и процветать И строки о любви писать И посылать их прямо в сердце Готовое сие принять И от восторга засиять Я сам, когда я прослушаю Вижу, ну, знаете, как-то слова подбираются Всё такое Ну, жизнеутверждающее Жизнедающее Это такое Хорошее очень качество Значит, его голос, как бальзам на душу Его песни, музыка, стихи Одно удовольствие – слушать То есть человек уже понял Что идёт воздействие и вот такое Вот такое Вот я руками только раз Вот такое И вы это получаете Напишите, пожалуйста Это удивительно, говорю, феномен Передача энергетики Передача настроения Передача вот этого миропонимания И нахождения на разных, так сказать Энергетических уровнях Очень прикольная А так и надо быть Молодой душой и телом Знаете, ну, тело-то, естественно, останется А вот душа, как она была, знаете Дорогу говоря, лет в 12 Вот так как-то ощущается Знаний стало больше И не просто знаний стало больше А стало, знаете Что ты можешь Одно дело знать А другое дело мочь Вот это вот Возможности возврастить То, что можешь Вот это совершенно другое Я сейчас третий день голодаю Но пока соки, да Разбавлены Третий день голодаю Пока соки разбавлены А потом вода из источника И я так понимаю Человек входит в голодание Сначала соки Он как бы использует Для того, чтобы лучше войти Есть такие, значит, методики Так сказать, мягкого входа А потом, значит, вода из источника Налезь и лидзе И ездим по воду Набираем по 100 литров фляги А потом Дня три насухо Потом чистка печени По малахаму И по морицу Смотрите Вот Потом три дня насухо Потом чистка печени По какому бы она методу не шла Что делается? После сухого голодания У вас возникает сухость в организме И масло, которое вы будете использовать И воду, которую буду использовать Которая находится в соках И так далее Она идет как Я вот так говорю Как пластификатор Который Вот эту сухость устраняет И вместо того, чтобы подействовать Именно на чистку печени Масло и сок Они могут просто-напросто съесться Для того, чтобы убрать Эту сухость из организма И естественно Никакой чистки у вас не получится Чтоб вы понимали Почему на соках? Чтобы подержать Продержаться три дня Пока кушать хочется Потом еще готовлю На семью кушать Мне за 60 Голодаю уже лет 10 Это спасло мне жизнь И обязательно паразитарка Смотрите Вот я так дальше еще не читаю Но вот со своего опыта хочу сказать Вот я тоже голодал и так далее Важно наладить питание Умеренность Питаться Когда надо Вовремя Стопорить Аппетит Выходить из стола Это большое дело Это вот Ну дает Огромное преимущество И здоровье Если же человек Голодает А потом начинает Срываться на питание Ну тут будет Маленький Так сказать Эффект Значит Три дня назад Давление шкалило До 180 Ого-го-го Кстати смотрите Если человек Все время будет голодать Ну вот частенько голодать На сухую Это хорошо что вы описываете Вроде голодание На воде Голодание на сухую Вообще голодание Воспринимается как Расслабление Снижение давления Но запомните Вот стенка сосудов Стенка вен Артерии И так далее Она имеет Свою эластичность Сухой голод Делает ее Более черствой И если вы часто Это все повторяете Просмотрите Много противопаразитарки Вы используете Ее надо использовать Курсами Она тоже делает Сосуды Более черствыми Поэтому они Перестают работать И возрастает давление Плюс все эти еще Травы Которые Обладают Живучим вкусом Они поднимают Давление Вот я вам Сразу говорю Это Не простое дело Вот этот вот Путь Самооздоровления Он требует Огромных знаний Вообще-то Поэтому Ну не следует Вот Что-то в одно Упираться И там делать Всегда прислушивайтесь Как вы После Выполненного Того или иного Здоровительного мероприятия Себя слушаете Да На соках Три дня давление Держится 125 Вот правду Геннадий Малах Говорит Могилу Руем себе Ложкой И вилкой Ну это До меня Говорили Это так Повторял Только прекращаешь Кушать Давление Норма Давление Норма А вот Научитесь Чтобы вы Съедали Знаете Вот вы Сколько там Допустим Съедаете Грубо говоря Ну там Ну пускай там 200 грамм За один прием Пищи А вы Попробуйте Съедать 100 грамм Вот попробуйте Так Ради эксперимента Поднимется ли у вас давление Или нет Значит давление норма Значит проблемы с почками Я так полагаю Моча после свекла розового Значит почки Ну проблемой с почками Я вот склонен вот так Больше с сосудами думать Но бывает как бы сказать И почечное давление Свекла розовая Это говорит о том Что почки плохо фильтруют Они пропускают много Будем говорить Нужных веществ Почки должны Хорошо работающие почки И печень Они так отфильтровывают Все что у вас имеется Там в крови Что Никакой окраски После Свеклы Не будет Так что запоминайте 7 лет назад Был пилонефрит Еле до больницы Довезли И конечно Были антибиотики Ну вот 7 лет назад Был пилонефрит Что там Это говорит о том Что имеется Патогенная Значит Близнетворная микрофлора Это говорит о том Что человек мог Перемерзнуть Это говорит еще о том Что может быть Эмоциональное Потрясение было Связано со страхом Эмоциям Ну и естественно Питание какое-нибудь Такое знаете Которое может На почке действовать А вы знаете что Попейте-ка вы Полевой хвощ Полевой хвощ Как обычно Как чаечек Завариваете Добавляете туда Немножечко метка Для вкуса Вот так будет Для почек Промоет почечки Знаете Вот это вот все Вот зарядите так На месяца полтора И потом опять-таки Опишите Вот я пила чай Полтора месяца Полтора или два месяца Выпивала в день Примерно Там Допустим Три стакана И вот в результате И расскажете Да Хотя я сейчас Сделала все анализы Доктор так сказать Глядя в компьютер Озвучила Что анализы у меня Прекрасны Вот только давление Кстати И вот этот Полевой хвощ А также Спарыш Они содержат И будем говорить Кремний Который делает Сосуды Наши сосуды Эластичными То есть В некоторых случаях У нас не хватает Эластичности И поэтому Вот это вот Не может расширяться Кровеносные Сосуды Сужаться И так далее Реагируют на все эти вещи Плюс Плюс Что еще Может быть Внутреннее Эмоциональное Напряжение И переживание Вот тут очень хорошо Поделывать Дыхание Очищающее Полевую форму жизни Чтобы это Изнутри Вывести Потому что Внутри бывает Напряжение Знаете Вот как это Что это за напряжение Вот у нас должно быть Грубо говоря Как в шине Вот сравним С шиной Определенное давление Которое все там Поддержит А смотрите Если шина Перегрелась на солнце И ее так Расперло То есть человек Там понервничал Еще что-то сделал Еще что-то сделал И вот это вот давление Внутреннее Плет И все Его надо убрать То есть по крайней мере Пройтись и проверить Чтоб этого не было Чтоб вы уверены Что вот эти вот Эмоциональные шлаки И впоследствии Вывели из себя И Все Значит другое что-то Ищем Что-то другое Вот так вот И работаем Так Ну что еще так Вот только давление Ага Выписала таблетки Естественно И я их не пью Уже лет 8 А что Вот выписала таблетки Не понимая ни причины Ни следствия Ни хрена Ничего знаете Вот тебе таблетки Ну и что Они там знаете Будут что-то там Насильно пытаться сделать Плюс Они подействовали Их надо вывести И вот эти таблетки Выходят Огромным Дайте таблетки Через 2 месяца На здравоохранение И жаловаться Во время голодания Соль Лениться Человек не хочет Человек хочет Хочет вкусно Лежать Много есть И так далее Так что Таблетки Изменения Минета Вот этот процесс Тем не менее Начинает Запускаться И организм Начинает Значит Вот Уничтожать Все лишнее Вредно И выводить Из себя Идет уплотнение Собственной Энергетики Которая Начинает Наводить Порядок И так далее И так далее И так далее Ти он Как клетки Вот так то Ну это мечта А мечты сбываются Миром всем Спасибо за Такого хорошего Комментария Я думаю что Я его Как то вам Прокомментировал Со своей стороны И вы От этого От этого Получите Какую то пользу Пишите Вот еще такой вопрос Здравствуйте Вот я голодала 5 дней Результатов не было Надо еще голодать Через сколько дней Можно Вот на этом Остановимся Ну тут еще дальше Пишется Результаты есть Я задавал вопрос Но тревожное состояние Ну от тревожного состояния Нет Значит Мало голодает То есть Тревожное состояние Это нечто другое Поэтому Конечно Когда голодание Там где-то За 2 недели Там и с тревожным состоянием Будет намного лучше А Вообще-то Вообще-то Вы должны Исследовать Вы должны быть Исследователем Самого себя От чего Оно возникает Это тревожное состояние Вот какие-то там Причины Что Запускает Этот процесс Что У вас Тревожит То есть Разобравшись С этим процессом Вы станете Гораздо сильнее Потому что Человек Который Боится Который Тревожится Который Не уверен Он уже Гораздо слабее Более Уверенного В себе Человека Это лишний Повод Для того Чтобы С этим Разобраться Может кто-нибудь Напишет Вот я Начинаю Тревожиться По такой-то Такой-то Ну вот Грубо говоря Принесли там Счет Или там Я увидел Какого-то Человека И что-то Подумаю Вдарит он Меня Или не Вдарит Ну так далее Так далее Так далее Я там Останусь Без средств К существованию Ну вот Какие причины И вот это Запускает Волну Тревожности Неуверенности И страхов И мы с вами Начнем Вместе Разбираться Ну я думаю Я думаю Что мы С вами С вами Разобрались Да А вот Насчет того Значит Результатов Не было Через сколько дней Можно еще Голодать Как правило Через сколько дней Можно голодать Допустим Мы доголодали Там 5 дней Прислушивайтесь К своему организму Как правило Понадобится Дней 20 Для того Чтобы вы Отошли Набрались сил Вы почувствовали Какую-то решимость Для того Чтобы вот Опять поголодать Но это В среднем У кого-то Уйдет Месяц У кого-то Уйдет 2 месяца И так далее И так далее И так далее Потому что На голодание Тратится Самая тонкая Энергия Которая Руководит Волевым усилием Так называемая Психическая энергия Которая Руководит Волевым усилием За счет воли Вы заставляете Себя голодать Вы поддерживаете Эти процессы И так далее И так далее И вот Когда она истощается Тогда у человека Начинают Вот эти Все эти Слабенные Быть И восполняется Она довольно-таки Медленно Восполняется Она в основном Сном И возвышенной Радостью Вот когда вы будете Радоваться Когда вы будете Общаться С высшими силами С Творцом Который вас Сотворил И понимать Что вот она Творческая энергия У вас идет Да вот же она Вот она внутри И кстати И кстати Закончим Я давно Хотел сказать Но как-то Не получалось Все Значит смотрите Вот Буквально Меня просили Оттуда Передать Самое Мощное Лекарство Когда человек Там серьезно Болен Когда он там Уже Находится на грани И так далее И так далее Выздоровеет Он не выздоровеет Это другой вопрос Важно Когда он еще живой И вот это Имеется связь Жизнь течет Через его организм Радоваться Стараться радоваться Каждому мгновению Что вам еще Дается жизнь Что вам еще Дается Разрешается Мыслить Разрешается Дышать Разрешается Смотреть На этот Окружающий мир То есть Вам разрешается Жить Вот Именно Жить Вот эта вот Радость Которая С которой Творец Нас создает Вначале Что был Оргазм Оплодотворенная Яйцеклетка Оргазм Это как раз Вот эта вот Радость И постарайтесь Вот эту вот Радость Вызывать Внутри себя Вызывать От осознания Что вы еще Живете Что вы еще Нужны Что вам еще Понимаете Вам еще Дают Эту энергию Вам Ее Еще Дают И вот Эта Энергия Чем вы Больше Будете Радоваться Вот Этому Ощущению И так далее А вы там Лежите Уже Там Грубо говоря Это Вы можете Себя Поднять Именно Вот Это Лекарство Жизненное Лекарство Идущее От Творца К нам Начинает Как Озерцо Становится Все Больше Больше А когда человек болеет Она как маленькая Лужа Пересыхающая А вы ее пополняете И пополняете И она начинает Творить чудеса И вытягивать Вас За уши И либо По крайней мере Вы проживете Последние дни Своей жизни В радости А не в страхе В каком-то Вот это вот Буквально Вдалбливали В мою голову Когда же ты это Сделаешь В конце Концу Ну И я вот В этом видосике Вот такой вот Вещь Вам говорю Значит Радуйтесь Понимаете Вызывайте радость Вот так Медитация Не медитация Чтобы вы научились Радоваться Все сделано С радостью Это мы уже Своим умом Смотря на то И на сё Все это Пошляем Пугаемся И так далее И так далее А по-настоящему Все идет Значит Творение Творение Творится В радости Она творится Вот Можно сказать Вот в этом вот Оргазме Оргазм это Возвышенная Радость И вот когда Если мы Его начнем Переживать Это Тончайшая Именно Вот эта Энергетика Которая Руководит Всем остальным Запускает И как только Она и Иссякает Значит Вот Начинаются Вот эти Различные Жизненные Проявления Будет Все Слабее 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 А когда Вы будете Испытывать Вот эту Радость Вот это Вот Все Ну Вот я Об этом Говорю Как-то Поднялось Настроение Как-то Радость Как-то Увеличилась Энергетика Будьте Со мной Входите В этот Резонанс И черпайте Радости Энергии И прочих 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 Благ Сколько Сможете Нам Дан Целый Океан И Господь Говорит Да бери же Бери 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 А Представляете А мы Настолько Своим Умишком Вот Закомплексованы Что Берем Самые Самые Крохи Добро Здоровица И долгих Лет Жизни Вместе Со мной На канале Так вот Немножечко Поговорим О Благотворительности Все Люди Во Все Времена Поддерживали Добрые Хорошие Начинания И Если Вы Чувствуете Что Моя Работа Приносит Пользу Проявите Свою Благотворительность На Развитие Вот Этого Дела Которое Помогает Потому Что О здоровом Образе Жизни Настоящем Таком Каким Он Должен Быть Без Разного Рода Пилюлики Прочих Прочих Никто Никто Не Говорит Только Здесь На Канале Об Этом Полноценно Во Всем Объеме И Углубленно Рассказывается Проявляйте Свою Благотворительность Щедрость Какую Вы Можете Сделать С уважением И пожеланием Доброго Здоровья